Святитель Иоанн Златоуст, избранные беседы о повседневных вопросах христианской жизни, беседа о мире с ближним. Как мы можем достигнуть того, чтобы быть со всеми мирными, если будем жить как странники, если будем жить как пришельцы, если не будем приняться ничем настоящим, ибо ничто не бывает столько причин вражды и раздора, как любовь к настоящим благам, пристрастия или к славе, или к богатству, или к удовольствию. Когда же ты разорвешь все эти узы и не попустишь в душе плениться чем-нибудь подобным, тогда увидишь, откуда берет свое начало раздор, где лежит основание добродетелей. Для того Христос и повелевает нам быть овцами среди волков, чтобы ты не говорил, я потерпел то и то, и оттого ожесточился. Хотя бы ты потерпел бесчисленное множество обид, продолжай быть овцою и победишь волков. Такой ты человек зол и нечестив, но ты имеешь силу, которую можешь преодолевать и злых. Что смирение овцы, что свирепие волка, однако первый преодолевает последнего, как видно на апостолах, потому что нет ничего могущественнее кротости, ничего сильнее долготерпения. Посему Христос заповедал нам быть овцами среди волков. Но, сказав это, я желаю объяснить, какого должен быть его ученик, и что для него недостаточно этой простоты, то есть кротости овцы, прибавляет еще нечто другое. Будьте, говорит, подобно как голуби. Матфея 10, 16. Соединяя кротость двух смиренных и незлобивых животных. Такой требует он от нас кротости, когда мы обращаемся среди злобных. Не говори мне, он зол и я не могу сносить. Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными и враждебными. Тогда открывается ее сила, тогда и сияет ее действенность, достоинство и польза. Хотя бы нападали на нас любящих, хотя бы враждовали, хотя бы строили козни, мы должны соблюдать свое, помня заповедь, повелевавшую быть подобными овцам и голубям среди волков, дабы и их сделать лучшими и самим достигнуть небесных благ. Аминь.